Всем привет! Я опять в пластырях. Простите за это, но так бывает. Постоянно свои руки засуну, куда не следует. Итак, у нас сегодня новенький малыш, и он мне очень-очень нравится. Сейчас я вам его покажу. Вот такая у меня очаровательная появилась крошка. Это малыш из коллекции Валентинчиков. Помните, мы переделывали старые мастер-классы? У нас был Мишка, Зайка, Панда. А это совсем новенький малыш, но пряжу я взяла как раз-таки пихорку, и он получился по размеру такой же, как те малыши. Примерно 16-17 см. Такой очень милый, очаровательный, немножко смущенный. Ой, мне очень-очень нравится. Здоровски получился. Обратите внимание на голову. Она без утяжек, но она отлично держит свою форму. Тут я попробовала использовать новый, разработанный мною метод. Ничего сложного в нем нет, но получилась очень такая выразительная мордочка. Хорошо отделился хобот от головы. Хобот, кстати, на проволочке. Хотя он и без проволочки неплохо держит свою форму. Но проволочка, конечно, позволяет ему придать куда больше разных форм. Можно его и вверх поднять, и вниз опустить, подогнуть немножко кончик. Кстати, здесь есть еще один такой лайфхак. Ловите себе на заметку. Если вы когда-нибудь вставляли проволочку вот в такие длинные детали, в частности в хобот для слоника, наверное, сталкивались с ситуацией, что вы проволочку вставили, вроде бы она хорошо сидит, все отлично, но потом со временем кончик вот этой вязаной детали начинает сползать. То есть проволочка вылазит куда-то туда внутрь, и вот здесь ее нету, и кончик как бы свисает, он остается без проволочки. Так еще иногда бывает на ручках, если вставляешь проволочку в ручки, и она недостаточно длинная, она тоже со временем может вот так вот с краю отползти внутрь, и краешки ручек будут болтаться без проволочки. Так вот, обычно я как делаю? Прикрепляю к проволочке ниточку, и потом вот здесь с помощью этой ниточки креплю кончик проволоки, кончику, ну детали, в данном случае хобота. Но в этот раз я использовала немножко другой метод. Из-за того, что игрушка достаточно крупненькая, вот такая средненькая по размеру, не совсем миниатюрная, здесь этот способ подходит. Рассказываю вам. Берете проволочку, как обычно, обматываете ее лейкопластырем для пущей надежности, а потом сам кончик проволочки, который вот сюда будет вставляться в хобот, вот этот кончик, обмазываете горячим клеем. Обмазали, дали высохнуть, остыть, потом вставляете проволочку в хобот, нагреваете кончик носика утюгом, чтобы клей внутри расплавился, и прижимаете. Получается, что кончик проволочки намертво цепляется за кончик хобота. Он никуда не сползет, он никуда не денется, он внутри зафиксировался и будет там оставаться. Берите себе на заметку, очень классный лайфхак. Думаю, вам пригодится. Так что хобот у меня гибкий по всей длине, он никуда не съезжает. Все отлично. Хорошенькая мордашка. Ушки плотненькие, вязала из двух слоев, обвязывала, так что им тоже можно вот так форму придавать немножко, она держится. Сделала ему штанишки, это была моя главная такая мысль, именно слоника в штанишках сделать. Штанишки похожие вы уже видели. Такие были на медвежонке, которого я делала на заказ, только там были зелененькие в клеточку. А тут я долго подбирала материал, потом хотелось ездить в магазин еще посмотреть ткани, но вспомнила, что у нас радуница и два выходных. Магазин, в который я собиралась, был закрыт, так что я посмотрела, что есть в моих запасах, нашла вот такую тканюшку песочного, такого светленького бежевого цвета, в звездочке, и она идеально сюда вписалась. По-моему, лучше не придумаешь, прям класс. Долго выбирала, но думаю, что выбрала правильно. Очень хорошие, очаровательные штанишки. Выкройка штанишек есть в мастер-классе на слоненка. Я ее туда добавила, она там будет. Там и выкройка со всеми размерами и рассказано, как их шить. Не так уж сложно на самом деле, но все расписано, чтобы было удобно. Также я эту выкройку выложу своим бустером. Она там будет. Покажу вам еще ножки поближе. Вот такие тапотульки. Ногтики вышиты. Такие немножко квадратненькие, но они такие должны быть у слоника. Так что все правильно. Сзади торчит хвостик. По сути, этот хвостик, он такой, знаете, мягенький, маленький. Для него можно было не делать отверстие в штанишках, но посмотрите, как же здорово это смотрится, когда хвостик торчит наружу. Так что так лучше, чем полностью зашивать. По крайней мере, мне так кажется. Очень так трогательно торчит. Такое чаровашко. Супер. В общем, я очень довольна результатом. Я все мечтаю сделать плюшевого слоника и желательно очень большого. Но я решила для начала сделать такого вот средненького. У меня есть микрослоник. Есть мини-слон. В таком индийском стиле. Тоже очень очаровательные малыши. Но, чтобы переходить на плюшевого слона, мне нужно было еще такой средненький размер, чтобы прикинуть, как и что у игрушки. Какого размера получаются детальки и от чего плясать. Так что я решила сделать еще такого. Ну, думаю, не зря. Он очень хорошенький. Мастер-класс оформила. Все аккуратненько записала. Можно приобрести. Он не сложный. Здесь нет утяжек. Все вяжется таким сплошным полотном. Ушки, треугольнички. В общем, считаю, что не сложный. Если у вас опыт вязания есть, то можете присмотреться. Конечно, он не для новичка. Тут надо разбираться. Но, если пару штук игрушечек вязали, немножко с этим делом знакомы, то можете рискнуть. Я считаю, что вполне такой по силам. Очень многим вязальщикам. И выглядит при этом просто чудесно. Отлично стоит. Не падает. Я вам вставляла фотографии. Вы уже видели. Просто прекрасно. Но при желании можно его, конечно, посадить. Ничто этому не мешает. Вот такой у меня новенький малыш. Надеюсь, он вам тоже нравится. Покорил ваше сердечко. Потому что я просто в восторге. Такой очаровательный, такой милый. Очень рада, что за него взялась. На сегодня это все. Еще такая небольшая новость. Подписчиков на ютубе потихоньку становится все больше. Мы подбираемся к десяти тысячам. И я думаю, когда мы подберемся, перешагнем эту цифру. Я устрою розыгрыш. Пишите в комментариях, вы как бы хотели получить бесплатно мастер-класс или получить бесплатно какую-нибудь готовую игрушечку, связанную мной. Так что пишите. Обсудим. Надеюсь, очень скоро это случится. Запустим розыгрыш. Отметим это событие. На сегодня это все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok